День Кострышненской революции Симулы советской эпохи и зараз можно убачить на улицах городов В 97 году вспомнилось о музее Гомельского палацево-паркового ансамбля Зараз об этом иншим больше подробязно Митингами и складанием кветок допомника Ленину напередодни у Гомеля значили 99-ю годовину Кострышненской революции На головной площади собрались представники политических партий, громадских организаций и працованных коллективов В 2020 году Кострышненская революция займая особливая месса И она оказала значный уплыв на ход сусветной истории и вызначала лес шмат яких народов Менавито после Кострышненской революции у многих краинах были предприняты кроки По поляпшении социально-экономичного становища працуючих Идеалы миру, равноправия, социальные гаранты советских часов не стратили свою актуальность и зараз Нельзя отмавлять и поспехи Советского Союза, промысловости, сельской господарцы, космонавтацы, навуцы, культуры и спорте Разом с тым ставление до Кострышненской революции у громадстве неоднозначное А про ша великих досягнений в истории СССР были так само репрессии миллионов громадян Дефицит товаров и продуктов, закрытость межау для божести громадян Я отношусь к истории очень осторожно Ее нужно объективно воспринимать и брать из нее только лучшее и развиваться дальше То есть должен действовать принцип созидания Самое главное, необходимо даже если были ошибки, относиться к ним объективно Не оправдывать, а сделать так, чтобы они не повторялись дальше в истории Не глядяши на то, что Советский Союз распался и аж в 1991 году Шмат такие символы той эпохи можно убашить и зараз Правда, если для старейшего поколения я не ассоциируется с тагочасным житем То молодь часом не веда навод их назвы По улице Гомеля советского периода прошел Олег Сентяров У советской часы в Беларуси Гомель был одним из лидеров покойки сепомников Лениным У свой час их тут было свыше 20 Один, за яких и сё не сустракая гостей города на очагоночном вокзале Помник знаходится у закрытом помешканне, тому добр захаваўся Одного започнях Гомельских елечоў можно убачить и в Новобелецким районе Ён и зараз показывая рукой на прамок да светлый будучине Да речи о причалении на областном центре Знаходится еще и помник лягу паплечнику Феликсу Дзержинскому Установленный ён каля будынка Комитета Дзержавной Беспеки Який так сама вызначается советской символикой На даху знаходится герб Советского Союза со стягами Ламаць гэтую композицию никто не сбираеца У речи гэта наша спадчина Але заправдны парк советского перейду Сворены на тариторий Гомельского Дзержавного Профессийно-технічного каляджа народных промыслов По инициативе областного управления дукацы У 2014 годі сюды привезли скульптуры Які ранее знаходяться у розных кропках города Тут и пионеры с комсомольцами, и Ленин От дзятячага узросту да перейду в учобы в университете Побач жанчина з дзятяці и хлопчик з мячом У советские часы такие типовые скульптуры Можна было убачить во усіх городах Але пасля 90-х і вони почали розбураться І тепер сусаркаються редко У Гомелі ідея створення такого парку себе оправдала Скульптуры оказались под пастоянным доглядом Мы смотрим, чтобы они сохранялись в надлежащем техніческом состоянии І так же поддерживаем їх естетическое состояние То есть где-то подкрашиваем То есть следим за тем, чтобы они были в сохранности Парк скульптуры советского перейду У Гомельском державном пресейно-технічном колледже народных промыслов Нечто на кшталт филиалу музея советского быту У минулому навчальному годі Паде його одвяли някакі помешканню Сам музей – дипломный проект групы дизайнеров Экспонаты збирали вакладчики разом з навчанцами Ідея простая – показать типовую хрущовку С проходным пакоем і речами Без яких тады було ніяк ті быстіся Знакамітое советскай вынаходніцтва Сумка авоська Сама пасабе, даречі, вельми компактная Але ў ёй можна було пераносить Недзі литру п'ять молока Якое тады, даречі, прадавалося ў шкайных бутыльках Сьогодні музей советского быту Наведуюць не толькі навчанцы колледжу А б яго запатарбаванасі можна меркаваць Па записах ў князі водгуков Просто ностальгея Гэта уражыня, яке тяжко передаць Гэта супер І яще, мы узгадалі сваю маладось Хаць экспозиція користаецца популярністю Не толькі ў людзі старейшіга пакаління Когда приходят наши деці Приходят к нам гості нашава города Приходят к нам студенты наших высшых учебных заведзіній Пападая в эту советскую квартиру Они, безусловно, узнают веще те, которые есть і сьогодні у них в квартирах Есть у них бабушек І это вызывай, безусловно, у них определённый восторг Калі уважлива паглядзіць на гоменскай будынкі Шмат цікавого, починаючи від барельефів невідомих героїв на верхніх поверхах Рештіх советського минулого до цього часу заховується і внутрі некоторых помешканьів На у ваході у землі упорядкованнюю службу, наприклад Жадання замяніть цю лепку на нешто інше, не возникає ні у кого Алина Ваткаліп і возникла зробити цього нильга Для того, щоб реконструюювати це здання Тут треба массу согласований, в тому числе с Министерством культуры І при этом оно запрещено, чтобы его Его можна тільки восстаналювати, але не удалять І об яще одному будинку, який символізує савітську епоху Середня школа номер 27, яка знаходиться по вулиці Песіна У другої полові 30-х годів у гомені було побудовано 5 таких школ У 4-х, за яких і зараз знаходяться навчальні установи Такі школи называлися сталінськими Конкретно гэтая, перша, сталінська, чагуночна Вокруг школи були одноэтажні частні доми, був большой вишнёвий сад Кругом росли деревя і кустарники І школа 4-хітажна, больша, светлая, монументальна Она приковувала взгляд любого человека, который проходил по близлежащим улицам То есть она была центром микрорайона В этих школах, да, эти школы были похожи даже внутри То есть у них красные ковровые дорожки лежали на коридорах и на ступеньках Лепнина, так как это была мода того времени Высокие потолки, светлые коридоры Всё это было типично для построек сталинского времени И в основном всё это и сохранилось до сегодняшнего дня Олег Синтюров, Яген Макеенко, телерадокомпания Гомель 6 листопада 1956 года у Гомеля вышла у эфір першая телепередача Следарши убачили мастацкий фильм Максим Перапялица Для вытока у телевизийной эры стоял Гомельский аматорский телевизийный центр Город Гомель Выдатных поспехов добились и у своей работе Радую аматоры Гомельского радиоклуба ДОСАФ Тут при отсутности телевизийного центра Примают телепередачи Много довелось и попрацовать старейшему радую аматору Технику радую мусла Кернажицкому Инструктору радиоклуба Грылцову Каб на экране з'явилися першые оплюстрывания Радую с приёму звычайного телевизора 30-40 км Гомельские радио аматоры глядят концерты и спектакли Киевского телевизийного центра за 240 км Напевно миновита гэтая подзея и натхнила гомельских радио аматоров на створение уласного передающего центра 6 листопада 1956 года яны сдолили выдаць у эфир мостатский фильм «Максим Перапеліца» Первое решение отбылось из будинка палаца чугунышников На даху якого установили две антенны – приимающую и передающую Сигнал можно было приимать на отлеглости неде 10 км По сутности во всем тагочасным гомеле Правда, колькасть телевизоров у городе у той час не перевышала и одного десятка Потом программы выходили два-тры разы на тыдень Самым першым ведучим стал Геннадь Семенцов Единые были функции такие, мне бы приходилось как диктора объявлять и киномехаником быть Афанасьев был у пульта, Евгений Павлович Кирножицкий был вдохновителем всех этой творческой группы нашей Яночкин доставлял нам кинофильмы из кинопроката Ну и участвовал, естественно, все в изготовлении и модернизации дальнейшего этого оборудования Явген Кирножицкий, Геннадь Семенцов, Уладзимир Афанасьев, Усеволод Яночкин, Леонид Ароншик Гэтаты иллюзии, якие стояли левы тока у гомельского телебачення З усих ветеранов у живых сегодня только Леонид Ароншик Заразь он живет у Израиле Але от интервью по интернете не отмавляется Кажет, что прошло 60 годов, а, сдается, все было быцем у Шора Пришел, увидел это телевидение А тогда, собственно, понимаете, никто ни малейшего представления в Гомере не имел вообще о телевидении Вот А телевизионный центр любительский находился во дворце культуры железнодорожников Вот, там была небольшая студия, порядка 20 квадратных метров Оборудование было разработано и изготовлено группой любителей Во главе с Кернашицким Евгением Павловичем, Афанасием Владимиром Николаевичем И с Минцом Геннадьем Владимировичем и другим Вот, и, собственно, отсюда и начались регулярные телевизионные передачи в Гомере К рыху большим празгод аматорский телецентр был передаден на баланс Министерства Совези И стал другим после Минского телецентром Беларуси Первая передача уже в новом статусе Новогодний концерт 31-го Снежня 1957 года Гэтая дата лишится днем народжения Гомельского телебачення Празнекальки десяти годзев ветераны узгадывали той период с теплыней Хоть и не утойвали, часом сдарались и курьезы Заставка Гомельская студия телевидения и ГСТ Они были укреплены на посылочном ящике Гомельская студия телевидения, ГСТ А дальше на двух сторонах Наши передачи закончены, спокойные ночи Осветитель мне перед камерой это переворачивал В свое время, когда она так была Да, и вот начинается передача Даем марш вступительный Идет Гомельская студия телевидения Следующий он должен повернуть ГСТ А вместо ГСТ он повернул в другую сторону Наши передачи закончены С 1958 года Гомельская телебачення Знаходилась у будинку по улице Пролетарской У яким зараз размешанный комитет державного контроля Тут же дальше была и лаборатория по проявце кинопленки Я ее потом перенесли у кинотеатр Калинина Где отбывался монтаж Потом пленку несли у студию Якая у сёйши находилась у палаца чугуношников И не было ни одного выпадку Каб не поспели до эфиру Это был огромный интерес к работе Интерес был буквально у всех Мы были энтузиасты Мы не просили небольших денег Ничего, мы там получали маленькие оклады Там полоклады, бог его знает, как нам платили Короче говоря, был огромный интерес У 1960-м годе для Гомельского телебачення Узвели сучасный будынок Побыч телевизийную вежу Якая дозволяла распаусюрвать сигнал Надлеглась до 150 километров Створение телебачення дало шторшок развитию и инших сфер Министерство гандлю дозволило продаж у крамах телевизоров По тагочасных правилах Их реализация проводилась только у тых городах Дже было уласное вешание Заявились телемайстерни У Гомели почалася телевизийная эпоха Александров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько Телерадиокомпания Гомель 97-й день народжения Отзначил музей Гомельского палацова паркового ансамбля Гэта установа была открыта 7 листопада 1919 года И тогда называлась Амастацко-гисторичным музеем До дня народжения установа отрмала уникальный подарунок На минулым тыдне тут представили фотографичный альбом Гомель 1911 На сторонках альбома 14 соправдных фотографий Початку минулого 100 года С видами парку и интерьера у Гомельского палаца С уникальными экспонатами ознайомилися наши корреспонденты Альбом Гомель 1911 Экспонат саправдой уникальный Верогодний за усе Йонус Нуе у один им экземпляры На сегодняшний день есть два варианта И причин его выдания До 55 года уступление во владание Майонткам Федора и Ирыны Паскевича Те у якости подарунку Нейкому особливому гостю Худшей за усе с царской семьи Цекавая и сама история набыття альбома Я была на конференции научной в Петербурге И когда сообщала о Гомельском дворцево-парковом ансамбле Один из исследователей подсказал Что где-то в Москве блуждает якобы альбом О Гомеле 1911 года И вот тут началась почти детективная история Мы его разыскивали Мы искали владельца Мы искали информацию об этом альбоме Затем нашли Значную допомогу на бытие альбома Оказал Гомельский антеквар Сергей Путирин Финансовую патрымку оказал Беларусьбанк Докладный коштораритета не называется Гэта коммерцийная тайна Але ён вельмі немаленькі У ближайший час альбом будзе накераваны На рестаурацию А таму башыть ягой экспозиции Паку Линельга У сувезе с гэтым фотокопии здымка У музея вырошылі выставить у адной з галерей Дарэчы фотоздымкі маюць не толькі Ястарычную каштунаць Яны допомогают специалистам У адновленні палацы и парка Пры гэтым ў адміністрации ансамблю спадзяюцца Што гэта неапошнія каштаунае набыцё І нават называюць экспонат Які тут вельмі жадаюць убачыць У нас єсть картина Паскевич там На лошадзе Иван Паскевич Она, в принципі, коллекционер нам его передал На временное хранение Он тоже выкупил эту картину На аукционі в Расії Но пока стоимость для нас Этой картины большая Поэтому она просто у нас находяцца Но мы мечтаем, конечно, её купить Чтоб она была нашей собственності Олег Сюнцюров, Настасья Кучынская, Валерия Гапанько Телерадоя компания «Гомель» І апошні У вазі гамельчан У совізі з виконанням рамонтных работ Сьогодні і завтра Буде закрыт рух транспорту Па вулиці Подгорный Просім улічвать гэту інформацію При планованні вашага маршруту На гэтым выпаски завершены У студы працаваў Явген Пабалавец Усяго доброго и до встречи в эфире Субтитры подогнал «Симон»